День Народного Единства День Народного Единства Но стараются выиграть В то же время на концертные площадки курорта вышли творческие коллективы На ракушке прошел фестиваль «Дружба народов» Артисты на сцене – русские, греки, белорусы, армяне и представители других народов, живущих в Анапе Мы – это мир, мы дети земли Мы победим злой печаль с тобой Яркий момент в праздновании Дня Народного Единства – торжественное мероприятие в городском театре На сцене чествовали анапчан, которые внесли заметный вклад в укрепление дружбы между народами И активно развивали межнациональные отношения Проживая в Анапе, мы являемся анапчанами Вне зависимости от нашей нации и конфессии А в нашей большой стране мы все – единый многонациональный народ нашей великой державы А слова гимна нашего, они на самом деле в полной мере передают и историю, и ценность нашего совместного бытия В одном государстве, величайшей нашей стране – России Я нам желаю совместного, душевного, единого проживания, мудрости этой нашей народной Ну и, конечно же, нам всем здоровья От имени всех жителей нашего города, от имени совета, от себя лично Я всем нам, дорогие друзья, хочу пожелать в этот светлый праздник У нас сегодня еще и православный праздник Мира, добра, благополучия И, конечно же, воспитать подрастающее поколение сильным, достойным своих предков Способным сохранить и преумножить завоевание наших предков С праздником, дорогие друзья! Жители курорта наградили благодарностями и почетными грамотами мэра И председателя совета А в завершении праздника на сцене выступили лучшие творческие коллективы Анапы В 1864 году Дмитрий Васильевич Пеленко был назначен начальником штаба Кубанского казачьего войска Дмитрий Пеленко для Краснодарского края – личность культовая Государственный деятель стал первым начальником Черноморского округа Основал две школы в Новороссийске и построил Свято-Ануфривский и Свято-Осиевский храмы в Анапе Большой вклад Дмитрий Пеленко внес и в развитие сельского хозяйства Именно он заложил первые виноградники на производстве абраудерсо, по сути, создав его с нуля В хуторе Верхних Анчикрака расположен памятник Дмитрию Пеленко Его благоустроили в нынешнем году Благородным делом занялись местные активисты и казаки А средства на закупку материалов выделили из фонда развития села «Жизнь Абраудерсо» Человек, который создал Абраудерсо И мы должны помнить, что дальше было много имен И даже мы сегодня, наверное, оказываем какое-то влияние на развитие Но был тот первый человек, благодаря которому все началось Не было бы его, и мы бы сегодня не были бы здесь, и не было бы Абрау Вот, и поэтому, не знаю, я очень довольна тем, что мы все вместе сделали В этом году мы прям уделили, да, этому месту внимание так, чтобы могли люди То есть не только мы там по тропиночке шли, да, а чтобы могли подходить люди Потому что огромное количество лет, да, которые он проработал И приезжают к нему его родственники Не часто мы вот приезжают, вот, да Поэтому мы как-то как будто бы в этом году сделали такое благое дело для своей души На заре своих лет Дмитрий Пеленко вместе с семьей Жил в имении в окрестностях хутора Верхних Анчикрак По словам историков, дом стал его душой Именно здесь расположено фамильное захоронение Памятное место преобразилось после благоустройства Территорию вымыстили плиткой, отреставрировали сам мемориал А у лестницы установили табличку с информацией о первом начальнике Черноморского округа В открытии памятника приняли участие вице-мэр Анапы Игорь Викулов И депутат ЗСК Юлия Пархоменко Желтый пояс в карате – одна из начальных ступеней мастерства Свет восходящего солнца Когда-то кимонос с желтым поясом носила Ирина Валиева И очень гордилась своими первыми победами Сейчас девушка – мастер спорта международного класса Бронзовый призер абсолютного чемпионата мира 2019 года И неоднократная чемпионка России Альмаматор Ирины – Анапская школа номер 5 Именно здесь спортсменка проводила свои тренировки и равнялась на старших Теперь каратистка сама в роли учителя провела открытую тренировку для начинающих Так как турнир уже скоро будет, то возможно ребятам понадобится скорость Работа на опережение, работа на контратаку Чтобы они в бою были первым номером, чтобы они умели работать первым на опережение Вот на это я хочу сегодня построить тренировку Поэтому у нас сначала такие игровые упражнения, чтобы включить тело, включить голову И затем мы уже перейдем на боевые какие-нибудь связки, технику, защиту, контратаку Карата вообще очень огромная по базе И как человек от нее отталкивается, такое его будущее и ждет Некоторые ошибки я совершал И при том, как нам их объяснили и дали Я таких больше ошибок совершать не буду Допустим, то же самое в стоечках, как ходить правильно Одна тренировка в подготовке роли не сыграет Но именно вот нахождение Иры в зале Ну вот это должно сыграть большую роль Плюс после тренировки мы посмотрим несколько боев Ириных Ну в частности вот бой за третье место на чемпионате Японии в Токио Чтобы ребята прочувствовали эту атмосферу В присутствии главного героя того боя В Анапе развитию спорта и в частности карате уделяется большое внимание По поручению мэра курорта была проведена работа по профилизации учреждений Теперь каждая спортшкола имеет свои ведущие направления Решение оказалось полезным и дало заметные результаты Воспитанники учреждений сегодня выигрывают престижные краевые и всероссийские соревнования Очень скоро каратисты Анапы примут участие в очередных турнирах Картины на стенах Анапской художественной школы Окна через которые можно увидеть главные достопримечательности и живописные места курорта Маяк, поля подсолнечника, высокий берег лавандовой аллеи Рассматривая работы, как будто посещаешь экскурсию Сейчас полотна представлены на выставке Уголки родного края в детской художественной школе Идея показать город, она каждый раз повторяется у всех Но у всех повторяется по-разному Каждый видит тот же маяк по-разному С разных ракурсов и по-разному передает Также и материал используется разный У кого-то пастель, у кого-то декоративно-прикладное У кого-то акварель, где-то графика Графика, кстати, у нас тоже представлена Станковая графика Ирина Васильевна представила несколько работ интересных Одна из работ в технике станковая графика победила на краевом конкурсе Воспитанница художественной школы изобразила Анапский маяк Сейчас подлинник находится в выставочном зале в Краснодаре В Анапе можно увидеть копию картины На пластик наносится, он прозрачный, да Процарапывается в глубинке В глубины наносится краска Лишнее все снимается, печатается И каждый первый, второй, третий, четвертый оттиск Это будет каждый уникальный оттиск Такие замечательные по набережной фонари в виде парусников И мы решили это обыграть и сделать вот такую композицию И, в общем, она получилась интересной Кабинет с танковой графики расположен в новом корпусе художественной школы Помещение предоставила мэрия курорта Занятия здесь проводятся уже больше года Школа пользуется огромным успехом Детей еще больше стало Мы увеличились человек на 150 Поэтому просторнее не стало Но достаточно уютная площадка Посетить выставку уголки родного края могут все желающие бесплатно по адресу Улица Крымская, 179 При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность Кроме того, в художественной школе действует еще одна экспозиция на осеннюю тематику На ней представлены картины самых маленьких учеников Этих успешных людей объединяет одна черта Предпринимательская жилка Каждый удачно построил свой бизнес и вкладывает средства в развитие социально значимых проектов Сельхозпроизводители, основатели бьюти-компаний, владельцы торговых площадок и заводов Именно они стали победителями муниципального конкурса «Лучший предприниматель года» Спасибо вам за вашу активность Это очень важно Она видна в городе Она видна в ваших профессиональных коллективах предпринимательских Она видна, что очень важно среди наших гостей Они это замечают Многие из вас уже путешествуют по стране Кто-то вышел за пределой стороны Благодарны, признательны, поддерживаем Наше городское управление развития бизнеса Для вас есть то самое единое окно В которое вы можете прийти с предложениями Прийти с замечаниями Прийти с просьбой поддержать И уже через наше городское управление Мы обеспечиваем канал коммуникации Со всеми краевыми и федеральными институтами Государственной поддержки вашего бизнеса Именно предпринимательское сообщество В Анапе, наверное, одно из самых таких сильных И социально ориентированных в том числе У всех из них есть общая, наверное, гражданская позиция Это любовь своему городу, прежде всего Там, где мы находимся Развивать свой город В одной из номинаций лучшим предприятием Была признана компания «Фитофарм» Крупнейший завод по производству лекарственных трав На Кубани расположен в Анапе За два года в общей сложности «Фитофарм» получила около 100 миллионов рублей господдержки Увеличив производственные мощности Мы являемся крупнейшим производителем Лекарственных трав, продукции Также продаем сырье «Ангро» для заводов, фабрик Движемся вперед Только несмотря на всю сложность Было тяжело в какие-то моменты Все это преодолеть, но мы справились Хотелось бы поблагодарить наши власти За участие в нашей деятельности За поддержку всегда Всегда идут навстречу Всегда находим общий язык Находим точки соприкосновения И работать действительно легче Также лидеры были представлены в номинациях Лучшее предприятие в сфере общественного питания В санаторно-курортном комплексе Торговли и услуг Победители конкурса получили дипломы и кубки Мэр Анапы доложил о работе с проблемными долгостроями Это многоквартирные дома, которые по тем или иным причинам не смог завершить застройщик Участники долевого строительства остались один на один с бедой Каких результатов удалось достичь в решении проблемы Василий Швец рассказал заместителю губернатора Кубани Сергею Власову в формате видеоселектора Она по сегодня, самое главное Не находится в едином реестре прав обманутых дольщиков ЕРПО Поэтому обсуждаем те вопросы, которые есть в списке В губернаторском списке прокуратуры края По тем объектам, которые и не входят в ЕРПО Первый из них же искать и распространение На сегодняшний день объект на 100% достроен Объект готов к вводу в эксплуатацию В связи с тем, что объект проблемный, самовольно возведенный С нарушением разных строительных, технических, инженерных и так далее особенностей Принято решение однозначное, совместное, исключительно вводиться через суд Собственно говоря, как и удавалось разрешение, как и продлевалось разрешение, ну и так далее Балаклавы, шапки и термобелье Известные уже всей стране волонтеры из группы Феечки СВО Находятся в постоянном контакте с военными Часто это родные и друзья Девушки знают, какие именно вещи необходимы нашим ребятам Сегодня в Анапу доставлен долгожданный груз Полторы тонны материалов для пошива изделий Из этих тканей Феечки изготовят самые разные вещи для военных Из флиса у нас будут отшиваться все головные уборы Термобелье Также будет подклад на зимнюю форму для ребят Из кулирки будет госпитальное Нижнее белье Пижамы, футболки, майки Но футболки и майки также используют и на позициях мальчишки Ребята, из Оксфорда мы будем шить дождевики Также бандажи для госпиталей, для конечностей ребят Ну, сами понимаете Девушки уже все точно рассчитали Из нового материала они отошьют более 10 тысяч изделий Машину уже сегодня развезут ткань по адресам, где работают волонтеры Девчонки отшивают как дома То есть на дому у нас в группе почти 60 человек на домниц Также у нас работает цех по крою и по пошиву Это в АИД, в Анапском индустриальном техникуме у нас цех В ДК Анапской у нас цех В хуторе Воскресенский у нас цех И раскроечный цех у нас еще находится в хуторе Рассвет То есть приглашаем всех желающих, кто хочет поучаствовать в помощи Раз в неделю мы встречаемся в цехах Ну и также 24 на 7 мы шьем дома Готовые вещи предназначены для разных областей Климат в них отличается Волонтеры уже знают, какие изделия ждут в конкретном месте Разные направления, разные заявки Кофты флисовые, теплые, они тоже идут из флиса, но другой уже плотности Поэтому в данном грузе несколько вариантов флиса для разных пошивов изделий То есть из теплого отшивается подклад формы Теплые балаклавы, толстовки разных вариантов Это и на молнии, и без молнии, и с длинным горлом И толстовки, которые с использованием как балаклавы, то есть совмещенное горло с кофтой Более тонкий флис идет на термобелье На балаклавы полегче, потому что не всем они нужны То есть по погоде вот ребята смотрят, то есть позиции разные Где-то холоднее, где-то теплее Парни присылают не только заявки О словах благодарности бойцы тоже не забывают Пишут сообщения, фотографии присылают, записывают видео Отзывов с передовой у феечек уже тысячи Скажу о себе, я очень долго ждала эти ткани, потому что уже во сне я шью То есть самое приятное в процессе, когда ты отшиваешь изделие Ты знаешь, что это изделие будет у определенного бойца Что он это будет одевать Поэтому отшивается все с любовью, с сердцем, с душой, с надеждой Что все это будет у ребят И поблагодарить волонтеров ГК Анапа, феечки СВО Девочки, огромное вам спасибо за предоставленную помощь За все, что вы для нас сшили Все очень необходимо, нам очень понравилось Спасибо большое, победа будет за нами В этот раз он у меня приезжал в отпуск, он привез все изделия, переданные нами в прошлом году, на стирку Я говорю, ну можно же было как-то износить, убрать, мы новое пощем, передадим Он говорит, СВО закончится, а ваше изделие еще будет носиться Потому что шивается с качеством и с любовью Уже сейчас феечки СВО приступили к пошиву балакла В теплого и госпитального белья для военных в зоне СВО На следующей неделе эти вещи начнут доставлять бойцам Соблюдение иностранными граждан иммиграционного законодательства проверяют в Анапе Список административного надзора с начала года пополнен с собой Более чем 130 именами Такие данные были озвучены на совместном заседании Координационной комиссии рабочей группы по профилактике правонарушений Совещание провел вице-мэр курорта Александр Анфилатов Регулярно в городе и сельских округах проводятся межведомственные рейды Специалисты проверяют соблюдение иностранными гражданами миграционного законодательства Кроме того, за год в Анапе было выявлено несколько незаконных игровых клубов В ходе анализа оперативной обстановки на территории города Курорта Вице-мэр высоко оценил работу территориальных комиссий Также Александр Анфилатов рекомендовал управляющим компаниям курорта Разместить в подъездах информационные материалы Чтобы предупредить местных жителей о наиболее распространенных видах мошенничества Микрорайон Горгипия – первая ласточка реализации стратегии комплексного развития территорий Принятый генплан, над которым работали профессиональные специалисты Утверждался ответственными органами разного уровня Которые несут юридическую ответственность за свои решения И первый опыт получился успешным Генеральным планом, а он появился на свет с учетом мнения жителей Анапы На территории микрорайона Горгипия предусмотрено на 30% сократить площадь Планировавок застройки жилья И значительно увеличить вместимость образовательных учреждений Мы вместе с застройщиком, надо отдать должность застройщик Сам вышел инициативно тоже на такие корректировки изменений В общем, была достигнута договоренность, во-первых, в целом По уменьшению количества многоквартирных жилых домов во всей большой территории микрорайона Горгипия Это первое Второе Все те пожелания, основные, комплексные Которые были, значит, с нашей стороны высказаны Со стороны жителей были высказаны Они были услышаны и сегодня реализовываются В микрорайоне уже построены детсад на 250 мест и школа на 1550 Предусмотрено возведение еще одной школы и пяти детсадов Еще одно значимое решение Территория зеленых насаждений общего пользования стала больше на 17 гектаров Для обеспечения строительства общегородского парка Императорский Зонами для размещения бульваров, парков и дорог занято 40% территории микрорайона Достигнута тоже договоренность и переформатирована в рамках генерального плана И в рамках проекта планировки территории В целом территория Горгипия для того, чтобы сделать большую общественную территорию Так называемый Императорский парк, который мы уже вместе с застройщиком уже начали сегодня реализовывать Василий Швец обратил внимание горожан На территории Горгипии предусмотрено строительство спортшколы и торгового центра Ведется проектирование поликлиники на 420 посещений в смену Здесь появится опорный пункт полиции и отделение почты Были вопросы по поводу обеспечения безопасности Тоже достигнут договоренности и сегодня уже в одном из многоквартирных домов Уже сегодня строятся и там будет у вас буквально уже в конце следующего года По тем планам, которые сегодня мы знаем у застройщика Уже будет новое отделение полиции Ну или участковый пункт полиции, как правильно сказать Он будет большой, который будет зона покрытия именно микрорайон Горгипия Все эти многоквартирные дома, которые есть Это уже будет в следующем году Участники инициативной группы сегодня показали, что они готовы продолжать делать микрорайон лучше И обращать внимание на каждую деталь Жители внесли конкретные предложения о расположении остановок Искусственных неровностей, спусков к морю, ливневой канализации Сейчас вы прокопали вот этот канал, они его там сейчас бетонируют Да, да И он же будет заправляться сюда, как я сказал, вот в эти вот так называемые сухие озера Вот я хотел показать сухих озер, спросите, это какие-то будут выкопанные углубления забетонированные? Ну это как пруды накопители, сухие озера Да, пруды накопители Да, да, да Отдельный вопрос – качество воды в домах микрорайона Горгипия Принятые меры уже позволили заметно улучшить показатели До отметки отлично, предстоит сделать больше, и такая работа прямо сейчас ведется Они провели очень серьезные работы по, значит, там, безжелезованию, обеззараживанию, там, не знаю, по очищению и так далее Тех скважин, которые у них есть в районе поселка Джигинка, это на севере нашего муниципалитета Это километров 30 или даже 40, наверное, если не больше водоводов, которые специально были приведены под Горгипию Прием граждан прошел в атмосфере созидания Каждая из сторон учитывала не только свое мнение Администрация заинтересована на подобную помощь инициативных групп Ведь именно жители владеют всей информацией и способны давать необходимые советы Участники диалога договорились провести еще несколько встреч, на которых предстоит проработать каждое предложение 10 ноября 1917 года народный комиссар внутренних дел Алексей Рыков подписал постановление о рабочей милиции С 1962 эта дата отмечается как профессиональный праздник блюстителей правопорядка Сегодня утром в сквере напротив Анапского отдела полиции построились десятки человек в форме Участковые, дознаватели, сотрудники ГИБДД, кинологи, патрульные Именно они стоят на страже нашей безопасности И в будни, и в праздничные дни всегда на рабочем месте Вы каждый день на службе Вы каждый день своим отношением, своим трудом, своим делом Создаете безопасную и комфортную обстановку в нашем городе Причем по всем направлениям деятельности Мне очень радостно, как мэру города-курорта, города воинской славы Отмечать ваши заслуги на общекраевом уровне Вы неоднократно уже подтверждали лидерство По всем направлениям своей деятельности Среди всех территориальных подразделений в муниципальных образованиях Конечно, это вклад и заслуга каждого из вас Каждый день на своем месте Честно и порядочно Защищать интересы граждан Защищать интересы нашего города Ну и в итоге, конечно, наша любимая родина Россия Отдельно хотелось бы сегодня вспомнить Тех сотрудников, которые ценой своей жизни Защитили нас с вами Исполняя свой служебный долг Глубоко убежден Что люди живы до тех пор, пока о них помнят Несмотря на высокую нагрузку в курортный сезон Анапским полицейским по плечу любая задача Год назад их помощником стал искусственный интеллект С помощью системы умных камер Специалисты раскрыли десятки преступлений И задержали злоумышленников, находящихся в розыске Каждый из вас, кто стоит сегодня в этом строю Достойно, по-настоящему, по-мужски С огромным профессионализмом И самое главное Чувством порядочности И нетерпимости к злу Выполняет свои обязанности Я хочу сказать огромное слово благодарности Ветеранам, пенсионерам, органам внутренних дел Которые добросовестно Несли службу Передали опыт подрастающему поколению И сегодня они оставляют наших коллег Поддерживают Дают очень важные дельные советы Воспитывают молодежь Коллеги, хотелось бы пожелать вам Порядочной, честной, качественной службы Потому что это не только результат Который отражается в показателях работы Это прежде всего ваш авторитет А если это ваш авторитет, то это авторитет всей правоохранительной системы Города-курорта Анапа Потому что у вас самая многочисленная армия Из правоохранительной системы За образцовое исполнение служебных обязанностей Полицейским вручили очередные звания И ведомственные награды А также почетные грамоты и благодарности Мэра Анапы и председателя совета Церемония завершилась возложением цветов К мемориалу сотрудников правопорядка Погибших при выполнении служебного долга Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok